Приветствуем вас, братья и сестры! Давайте мы продолжим наше размышление о 11 главе «Евреям». Мы откроем с вами вместе 11 главу книги «Евреям» и будем размышлять о нашей с вами вере и то, что в ней сокрыто. 11 глава с 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Кавин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». В прошлые разы мы с вами уже рассуждали о том, что вера – это важнейший элемент нашей с вами христианской жизни. «Через веру мы имеем спасение». Мы читаем Ефесянам. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар». Через веру мы получаем Божью благодать, мы получаем Божье спасение. И Писание призывает нас, чтобы мы были здравыми в вере, были образцами в вере, пребывали в вере, утверждались, утешались, укреплялись в вере, были твердыми. И самое главное, чтобы мы свою веру испытывали, чтобы мы не были как именей и Александр, которые отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. Основываясь на тех стихах, что мы прочитали, мы вывели как бы своего рода формулу, что из себя представляет вера, что в нее входит. Первое – это основание веры. Любая вера должна иметь в себе твердое основание, на чем она основывается. Мы говорили, что наша вера даже в Бога может основываться на нашем воспитании, на вере родителей, на то, что говорят или проповедуют другие люди. И хотя сами по себе эти вещи неплохие и хорошие, но они не являются твердым и устойчивым основанием для веры. Единственное, что можно положить в основании настоящей веры – это Слово Божье. То, что неизменно, то, что вечно, то, что никогда не проходит. Итак, наша с вами вера должна основываться на Божьем Слове. И второе – вера имеет свидетельство, то есть доказательство, подтверждение в реальной жизни. Если первое – это как теория, то второе – это больше как практика. То, где вера проявляет себя в действии в нашей повседневной жизни. И одиннадцатая глава приводит нам массу примеров о том, как люди такие же, как и мы, жили обыкновенной жизнью, но с верою, и показывается, где в их жизни эта вера проявлялась, где она показывалась, где она была доказана их поступками. И на их примере мы выводим для себя принципы и примеры, для того, чтобы сравнить, испытать себя и проверить, действительно ли у меня настоящая живая вера, действительно ли есть ли в моей жизни эти истинные свидетельства, подтверждающие жизнь моей веры. Первое свидетельство – это свидетельство праведности. Об Авеле. Авель – Бог засвидетельствовал, что он был праведен, что, другими словами, в его душе был мир, в его душе был покой, было удостоверение, что он все сделал правильно, он оказался перед Богом правым. Второе свидетельство – это свидетельство благоволения. Об этом нам рассказывает Енох. И это свидетельство того, как Бог отвечает и слышит наши молитвы. В Псалме 40, 12 написано, «Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мной, или другими словами, если ты услышишь и ответишь на мою молитву». Третье свидетельство веры – это свидетельство приготовления. Так же, как Ной день и за дня в течение сотни лет каждый день строил и строил этот ковчег спасения, так же и в нашей жизни должно быть это свидетельство приготовления к жизни вечной. Мы собираем себе сокровища на небесах, мы живем небом, мы готовимся к вечности, и это видно в нашей ежедневной рутине. Четвертое свидетельство – это свидетельство повиновения призванию. Об этом нам повествует Авраам. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. И далее мы видим похожее свидетельство еврейского народа, как они совершили Пасху в Египте, как они перешли через Черное море. Это свидетельство говорит о том, что мы должны знать голос Божий и слушаться голоса Божьего, Его призванию, этого внутреннего голоса, тихого дуновения ветра, даже тогда, когда мы не до конца понимаем, к чему Он нас призывает и что Он от нас требует. Пятое свидетельство – это свидетельство долготерпения обетования. С 9-го и 10-й стихи говорят тоже об Аврааме, что он ожидал города, имеющего основание, у которого художник и строитель Бог. Иаков показывает, где это долготерпение должно проявляться в нашей жизни в 5-й главе, 7-м и 8-м, 9-м стихом. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Когда мы страдаем от зла, мы не должны жаловаться. В этом проявляется наше долготерпение, в этом доказывается наша вера. Мы призваны терпеть и долго терпеть до пришествия Господня. Это свидетельство нашей веры. Вера будет давать нам силы терпеть и двигаться вперед. Вот в чем заключается смысл долготерпения. Итак, это было как бы повторение того, что мы с вами говорили в прошлые разы. Свидетельство веры, праведность, благоволение, приготовление, послушание и долготерпение. Теперь мы перейдем к шестому свидетельству. Шестое свидетельство – это свидетельство жертвы. 17 стих, 11 главы. «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». И тоже похожее свидетельство было у Моисея в 24 стихе. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фароновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Два примера – Авраам и Моисей. И из их примеров мы попробуем заглянуть поглубже, «В чем же смысл свидетельства жертвы в нашей с вами жизни?» Вообще, христиане, и мы как христиане, мы должны быть самыми жертвенными людьми по сравнению со всеми остальными, потому что наш Бог – Бог жертвенный. Бог любит давать, Бог любит благословлять и давать все, что Он имеет, это благословение для нас, людей, для всего мира. И самое главное – Его жертва была в Его Сыне, Иисусе Христе. В нем Он показал для нас пример жертвенности, что даже самое дорогое Ему не было жалко для того, чтобы спасти нас. Когда мы говорим о нашей жертвенности, речь идет не только о материальных благах. Это может быть время, силы, работа, здоровье, привилегии или статус в обществе, и, может быть, и сама наша жизнь. Мне нравится, как, подводя итог, в конце 11 главы апостол пишет такс 36 стиха. «Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемые камнями, перепиливаемые, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Эти люди испытали или пожертвовали очень многим своей жизнью, не просто комфортом, не просто здоровью, а всею своей жизнью, причем жизнью мучительнической смертью. А есть ли у меня свидетельство жертвенности в моей жизни? Чем я пожертвовал или жертвую ради моей веры, ради Иисуса Христа? Чего стоит мне мое христианство? Кто-то сказал, что если мое христианство мне ничего не стоит, то оно ничего не стоит. Фред Крадок как-то проводил беседу с молодыми людьми, служителями и говорил о практике посвященности. Вот как он подвел итог этой теме жертвенности. Он сказал так, «Отдать свою жизнь за Христа выглядит великолепно. Пролиться, как вода за других. Заплатить высшую цену мученичества – я за. Я готов, Господи, уйти в пылании славы». Мы думаем, что отдать все, что мы имеем Богу – это как снять тысячу долларов с нашего банковского счета и положить их на стол перед ним. Вот моя жизнь. «Господи, я все отдаю Тебе, но в реальности от большинства из нас Он ожидает, что мы пойдем в банк и снимем ту же самую тысячу долларов только в квотерах. И мы будем продолжать жить, отдавая по 25 центов тут и 25 центов там. Выслушивать трудности соседского ребенка вместо того, чтобы прогонять его. Подать чашу воды еле идущему человеку в доме престарелых. Обычно отдать свою жизнь Христу не выглядит величественно. Она отдается в этих маленьких деяниях любви по 25 центов за раз. Легче уйти в пылании славы. Труднее жить христианской жизнью день ото дня в течение всей жизни». Вот в чем итог нашей с вами жертвенности. Жертвенность, которая проходит день ото дня, которая заключается в маленьких деяниях любви на протяжении всей нашей жизни. Вторая мысль, которую я хочу здесь оставить, что наша жертвенность должна иметь уникальное качество. Это внутреннее расположение или жертвенность с радостью. Второй комитет 9.7. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Что нужно, чтобы жертвовать с радостью? Две вещи, о чем нам говорит как раз Авраам и Моисей, о которых мы читали в 11 главе. Первое – это правильное понимание вещей. Правильное понимание того, что все мое время, время, средства, силы – это на самом деле Божье. Господь дал, Господь и взял. Господь дал Аврааму Исаака, Господь потребовал это назад, и Авраам, не задумываясь, пожертвовал то, что было ему уверенно. Джим Эллиот как-то сказал, «Вовсе не глупец тот, кто отдает, что все равно не сможет удержать, чтобы приобрести то, что невозможно потерять». Или Эндрю Гроу сказал так «Работай тяжело, трать мало, отдавай много, и все это для Господа». Мы должны правильно понимать, что все, что бы мы ни делали, мы делаем от души, как для Господа, а не для человеков. Поэтому, когда у нас правильное понимание вещей, мы с радостью будем жертвовать для Господа, потому что знаем, что за нами ничего не стоит. Даже все, что мы имеем, оно уже принадлежит к Богу, и мы просто отдаем Ему те же благословения, которые Он отдал нам. И вторая часть, как иметь радость при жертвенности, это пойти по примеру Моисея. Правильная перспектива. Написано, что Моисей взирал на воздаяние. И он видел, что впереди те сокровища, те богатства, тот венец славы, который ожидает его на небе, намного больше, важнее, качественнее и драгоценнее тех египетских сокровищ, которые могли бы ему предложить здесь. Человек, стремящийся к малому, должен пожертвовать малым. Стремящийся ко многому, должен пожертвовать многим. Для высших достижений требуются великие жертвы, сказал Джеймс Аллен. Если мы хотим увидеть большое воздаяние, большую награду, мы должны инвестировать в них здесь и сейчас. Мы прекрасно это понимаем, особенно в этом сезоне, когда сажаем свои огороды, правда? Мы прекрасно знаем, что посадив эти маленькие семечки сейчас, уронив их в землю или предав их смерти в земле, отказавшись от них на данный момент, вместо того, чтобы использовать их в свое удовольствие. Это вклад, который впоследствии принесет плоды и принесет благословение для каждого из нас. И мы садим с радостью, зная, что нас впереди ждет богатый урожай. Тот же самый принцип мы должны применять к нашей с вами жертвенности. Все, что мы отдаем по нашей вере, оно не уходит куда-то в бездну. Оно складывается, как сокровище там у Господа на небесах, за которое нас ожидают доброе воздаяние и венцы славы. Поэтому, проверяя свою веру, будем смотреть, где жертвенность присутствует в моей жизни. Пользуясь ли я этим, проявляется через эту жертвенность ли моя вера по 25 центов за раз каждый день в моей жизни? И делаю ли я это с радушием, с радостью, или я это делаю с какими-то особыми усилиями, неохотно, просто потому, что мне это необходимо? Свидетельство жертвенности. Седьмое свидетельство. Свидетельство твердости. 20 стих. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». 21. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего». И 27 стих. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Исаак, Иаков и Моисей не переменили своего решения, потому что они верили Богу. «Их вера была засвидетельствована в этой твердости, что они остались верному тому решению, которое было принято, которое было им открыто Господом». Матфея 5, 37. «Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». Мы должны быть твердым в нашей вере. И если в нашей жизни эта твердость присутствует, что мы не прыгаем с одного ответа на другой, не меняем свои решения, но остаемся твердыми в том, с чем нас призвал Господь, что мы говорим «да-да», «нет-нет», и нету в нас лукавства, это свидетельство нашей веры. На этих трех примерах мы можем взять для себя три урока. Исаак говорит нам о том, что твердость в нашей жизни, в нашей вере должна быть, несмотря на личные предпочтения. Исаак очень хотел благословить своего любимого сына Исава, но и обстоятельства и Божьи провидения усмотрели так, что благословение получил Яков. Исаак остался твердым, он не переменил своего решения, несмотря на личные предпочтения к другому. Хотя он мог бы и переменить его, да и скорее хотел бы по своему личному желанию. Он мог бы сослаться на обман, что это было получено обману, поэтому это все аннулируется, назвать это благословение нелегитимным из-за всех событий, которые происходили. Ведь благословляя, он думал об Исаве, он представлял в своем сознании Исава, он видел в будущее Исава и давал это благословение Исаву, и только потому, что на этом месте оказался Иаков, оно на него не распространяется. Но нет. Исаак боялся Бога. Он увидел в этом Божью руку и веруя в будущее, как мы прочитали, что Бог все усмотрит, что Бог сам разберется, и Бог так сделал, что Иаков получил благословение, он остался тверд в вере в своего Бога. Это пример для нас, чтобы мы оставались твердыми, несмотря на свои личные предпочтения. Иаков показывает нам твердость, несмотря на давление близких и друзей. В Бытие 48 главе мы читаем то, как он благословлял сынов Иосифа. 17 стиха 48 глава Бытия. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема. И прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Монассии. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец с его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будут благословлять Израиля, говоря, Бог да сотвори тебе, как Ефрему и Монассии». И поставил Ефрема выше Монассии». Иакову было открыто от Бога, кому какое дать благословение. И хотя его любимый сын Иосиф, второй человек в Египте, скорее всего, самый влиятельный человек того мира, спасители всей семьи Иакова, пытался повлиять на действия отца, но отец остался твердым в том решении, которое было принято. Можно было поддаться желанию любимого сына, который буквально для него воскрес из мертвых, он получил его назад. Можно было сказать, «Ну да, разницы нету, правая рука, левая рука, положу так». Это же Божье благословение. Бог сам ему смотрит и сделает, как ему нужно будет. Но не так. Он говорит, «Знаю, сын мой, знаю, но я буду делать то, что показал и открыл мне Господь». Иаков остался твердым, несмотря на давление близких и дорогих ему людей. Это пример для нас. Мы должны оставаться твердым в своей вере, в своих убеждениях, даже если наши близкие и родные оказывают давление на нас. Третий пример – это Моисея. Моисея говорит нам о твердости, несмотря на давление извне. «Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Мы прекрасно знаем, что Египет всегда ассоциируется с прежней греховной жизнью. И Моисей имел твердое решение. Он сжег все мосты с прежней жизнью во дворце. Он не стал искать компромиссов с фараоном, оправдываться, идти на уступки. Его решение было твердым. Он поменял место жительства, образ жизни, жизнедеятельность, работу, профессию. Все изменилось в его жизни из-за этого решения. А также твердо ли мы порвали со своей прежней жизнью, когда засвидетельствовали крещением о своем покаянии и вере? Остаемся ли мы твердыми в своем решении обещания доброй совести? Или мы идем на компромиссы ради своих предпочтений, друзей и родных? Или для того, чтобы не чувствовать себя изгоем общества под давлением извне? Как тогда нам быть более твердыми в своих решениях перед Богом? Исайя 26,2 «Да войдет народ праведный, хранящий истину, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня в вечное». Три слова, на которые я хочу здесь обратить внимание, которые подсказывают нам, откуда брать твердость в нашей вере. Это праведность, истина и упование. Мы должны быть уверены в своей правоте и правоте своего решения, что мы правы в первую очередь не потому, что я так считаю, а потому, что мы правы перед Богом. Мы должны иметь твердое, истинное основание, на котором мы принимаем это решение, и это основание должно быть Слово Божье. И уповая на всемогущего и всевидящего Бога, в котором нет изменений и тени перемены, мы можем оставаться твердыми в своей вере, быть праведными, иметь основание истины, и уповать всецело на Бога. Вот откуда берется наша с вами твердость. 19 мая 1780 года. Эта дата запомнилась в истории города Хартфорда, штата Коннектикут, как ужасное предвкушение судного дня. В обеденное время небо вдруг стало серым, и через несколько часов почернело совсем. Настолько ужасающей была эта картина, что все религиозные люди падали на колени и умоляли Бога о милости, благословении перед неминуемым концом. Палата представителей Коннектикута в это время была на заседании. Некоторые из представителей тоже упали на колени, другие кричали, что нужно заседание перенести, сделать отсрочку. Тогда спикер палаты Колниел Девенпорт встал и призвал к тишине, после чего сказал, «Судный день может и приближаться, а может и нет. Если нет, то нет смысла в отсрочке заседания. А если да, то я предпочитаю быть найденным при исполнении своего долга». Поэтому принесите, пожалуйста, свечи, мы продолжим. Несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что происходило внутри, вокруг, этот человек остался твердым в том призвании, в котором он находился и предпочел совершать свое дело до конца, что бы ни происходило, и быть найденным перед Богом в таком состоянии. А какими нас найдет Господь, когда Он придет за нами с вами? Будем ли мы тверды в своих решениях до конца? Будем ли мы тверды в своей вере, в своих убеждениях, в своем Богопоклонении, в своем Богопознании? Да поможет нам в этом Господь. Давайте мы подведем итог и будем молиться. Мы говорили, что основание веры – это Слово Божие. И наша вера должна иметь свидетельство, свидетельство праведности, благоволение, приготовление, послушание, долготерпение. И сегодня мы говорили о жертвенности и твердости. Да поможет нам Господь быть жертвенными, быть твердыми, чтобы наша вера сияла и была видима для всех. Аминь. Мы помолимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok